три клинковые бритвы поступили сегодня от сергея одну из них необходимо было собрать поскольку она пришла абсолютно в разобранном виде две половинки оправы отдельно соответственно клинок отдельно это все надо было сгруппировать и бритву заточить и на двух оставшихся бритвах нужно было освежить фасочки так сказать плановое тело произвести что в общем то и было сделано начнем мы вот с этой бритвы это эрнст шварц из золингена с обратной стороны здесь имеется надпись сделано в германии вот такой 14 номер бритва будем так говорить на четвертой выборке из особенностей отмечу вот самое ребро носика я фаску доводить не стал вот здесь вот остался такой вот этот сам уголок он остался тупым поскольку если его вытачивать так как положено в рабочую остроту он все непременно будет наносить порезы особенно в сложных местах там под носом потом переход от нижней челюсти к шее вот эти впадины поэтому умышленно я сделал его тупым вот он даже палец не режет он начинается вот от верхней точки фасочка во всем остальном поскольку бритвы приехали дистанционные шайбы на эти шайбы я ее в общем-то и собрал пины мельхиоровые сейчас я проверю судя по по металлу и даже по характеру геометрического строения бритва из старых плотненькая такая сталь позвякивает номер первый французская классика 69 номер киры сар модель 41 в размере 5 восьмых классический лед деньги попросил сергей повысить по возможности комфорт что в общем-то и было сделано финишный камень был изменен то есть финиш произведен был на в данном случае это был карасик как я его любя называю это хатахошевский камень по-прежнему не устаю поражаться насколько очень такая не побоюсь этого слова чудо действенная у него суспензия на суспензии работает исключительно и доведен был на тюрингийском сланце это ли грелок и еще одна прекрасная представительница классической франции это продать брун для жесткой щетины в данном случае четверная тоже выборка несмотря на то что бритва элегантная но решение такое достаточно бескомпромиссное все то же самое карасу на финише тюрингиец на доводке волосочек нашелся это вообще так очень очень тихо работает поскольку никаких микро амплитуд колебания лепестка нет все задача выполнена в полном объеме безлагательно бритвы пакуются отправляются законному владельцу с вами же дорогие друзья надолго не прощаюсь всем удачнейшего выходного дня и до скорых встреч в эфире пока